Псалом 17. Ну, я выборочно прочту. Он такой, кстати, очень такой мощный. Меня интересует здесь начальник ухода, раба Господня Давида, который произнёс слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, смотрите, «Возлюблю тебя, Господи, и крепость моя». Вот этот стих я прочёл, и он сразу как-то навёл меня на определённое размышление. И вот он, что он говорит? Он говорит, что я Бога возлюблю. И дальше целый Псалом, он говорит, что для него Бог сделал, и что Бог истинный, и что я его призвал в тесноте, и что Бог наклонил небеса, и что он пришёл ко мне на помощь, и он вытащил меня как бы из этого, из рва, где была опасность и так далее, и так далее. И он истинный, что с лукавым он поступает по лукавству, с нечестивым он поступает соответствующим образом, а со мной поступил, то есть я хранил его в заповеди. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом. И он, написано, «И он воздал Господь мне по правде моей», то есть воздающий, истинный, справедливый, любящий Бог. И он Бога познал, и он Бога пережил. Теперь смотрите вот эта вот фраза, второй стих. И поэтому он как бы говорит, Давид, «Возлюблю тебя». Что касается любви, то мы не понимаем, что это такое. Я хочу на эту тему поговорить. Потому что мы говорим о любви, и когда мы думаем о любви, мы воспринимаем любовь, знаете, как что? Как какое-то эмоциональное состояние. Ни в коем случае. Потому что что он здесь говорит, «Возлюблю тебя», это, понимаете, он говорит, «Это на основании того, что я пережил, на основании того, что я узнал, я принимаю, слушайте, я принимаю что? Решение. И какое решение ты, Давид, принимаешь? Я принимаю решение любить Бога». Это так, вот это вот любовь. Любовь, знаешь, когда вот тебе приходит какое-то чувство, приходит какой-то порыв, какой-то, и вдруг, и мы говорим, мы говорим, в народе говорим, «А вот я её люблю, или я его люблю». А вот я знаю, что нельзя, скажем, её любить. А вот сердцу не прикажешь, понимаешь, и всё. В том-то и дело, что любовь – это не порыв, это не чувство, это совершенно сознательное решение. Этим-то и отличается, как один сказал, этим-то и отличается иерусалимская любовь от римской любви. Есть любовь римская, а есть иерусалимская. Иерусалимская – это вот библейская, как бы, духовная любовь. А римская любовь – это вот там, ну, Рим, помните, Ромео и Джулия, это вот они вот. Вот сердцу не прикажешь. Вот тот случай, что, как в народе говорят, сердцу не прикажешь, понимаете. Так вот, так вот, это вот и неправильно. И когда, и когда мы начинаем ходить за нашими порывами, за нашими чувствами, то мы часто оказываемся в неприятных, неприятных ситуациях. Очень частенько народная мудрость противоречит библейской мудрости. люди говорят, что вот народная мудрость там вот гласит то и то, это правда и так далее, и так далее. Я, кстати, стал сомневаться в этом. Ну, вот, скажем, я часто привожу этот пример, что народная мудрость говорит, что в здоровом теле здоровый дух. Да, слышали такое? Ну, это же совершенная глупость. Потому что она звучит так, если у тебя будет здоровое тело, значит, у тебя и духовное состояние будет здоровое. Ну, уже, ну, большие глупости уже трудно придумать, понимаете? Ну, уже больше некуда вообще. Сказано так, а что Библия говорит? А Библия говорит совершенно наоборот. Она говорит, что унылый дух сушит кости. Понимаете? и зависть это состояние сердца, правильно? Это что? Это гниль для костей. Значит, все-таки получается, что духовное, внутреннее сердце как бы влияет на... Ты же не можешь сказать, что я вот, что у меня в сердце зависть, потому что у меня больные кости. Понимаешь? Такое же не бывает. Но, скорее, Писание говорит, что потому что у тебя в сердце зависть. Это может выразиться в заболевании каком-то там, понимаешь? Если у тебя состояние сердца неправильное, какая-то печаль, какой-то уныние, какое-то что-то тяжелое состояние сердца, то это потом выливается, eventually, это выливается потом в какой-то физической какие-то недомогания. То есть, то, что учит нас мудрость житейская и то, что говорит Библия, они здесь совершенно противопоречат другу. Но я, конечно, выбираю то, что говорит Библия. И поэтому говорю, что на основании Писания это неверно. Иисус Христос сказал следующее. Матфея, можно, пожалуйста, Матфея 23 главу. Матфея 23 глава. Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры. Смотрите, что очищаете внешность чаши и блюда. То есть, что делают лицемеры, что лицемеры, фарисеи, чем они занимаются? Они заботятся о внешности. Что такое внешность? Это наружное. Окей? Внешность. Прихорашивается. Она выглядит хорошо. Окей? Внешность. Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. То есть, понимаете, они на вот эти вещи, на внутренние вещи, они не обращают внимания. Они не обращают на внешние вещи внимания. Если человек так себя ведет, то, в принципе, если вы видите, что верующий человек так себя ведет, заботится об этом больше, чем об этом, я не говорю сейчас о внешности физической, я говорю, что он хочет внешне показаться перед людьми правильным, а на это... Значит, в принципе, вы хотите, чтобы вы это знали так между нами, что это неверующий человек. Почему? Потому что человек, который заботится о внешности, так его интересует... Мнение людей, что... Какое произведет впечатление на людей. То есть, его интересует мнение людей. А внутреннее состояние его, которое люди не видят, понимаешь, его это не интересует. Да, но внутреннее состояние видит Бог, а он не верит в Бога. Человек, который верит, который не обращает внимания на внутреннее состояние, То, что внутри делается, а это состояние только знает Бог, а он на это не обращает внимания. Значит, почему на это не обращает внимания? Потому что его не интересует. Он не верит, что Бог это видит, но вообще не верит в Бог. Он занимается только внешностью. Почему? Потому что меня больше всего волнует, что его мне скажут люди. Вот, скажем, Саул. Пришел Самуил к нему и говорит, слушай, отнимается от тебя царство. Ну, он сделал там пару вещей. Он говорит, ну, хорошо, отнимается царство, но что сделать? Ну, говорит, идем хоть почти меня перед старейшинами. Помните это место? Ну, а зачем тебе надо почтение этих старейшин, когда Бог тебя отверг? Что тебе эти старейшины сделать, понимаете? То есть, вот так, вроде бы, человек в Израиле, царь, верующий, ходит в церковь, а занимается только внешностью. И следующий стих там, что говорит? Он говорит, фарисей слепой. Почему ты слепой, фарисей? Фарисей слепой почему-то, потому что он не видит, что внутреннее более важно, потому что Бог смотрит на... Помните Бог, когда смотрит, когда выбирал царя? Он говорит, вот это старший сын, там, самое такое. Он говорит, но... Я, говорит, не так смотрю, как человек. Я смотрю не на внешнее, я смотрю на сердце. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши. Смотрите, очисти прежде внутренность чаши и блюда. Для чего? Чтобы чиста была и внешность. Значит, что первичное, что вторичное. Ну, ясно же, что первичное, что вторичное. Он говорит, то есть, в принципе, он говорит, вот этим вообще не нужно заниматься. Вот этим вот не нужно заниматься. Оно само сделается. Помните, он говорит, ищите Бога, ищите праведности Его, и оно потом сделается, умножится, даст и так далее, и так далее. Как бы само дастся вам. То же самое и здесь. Человек занимается внешностью, при этом он не делает ни того, ни другое, не занимается внутренностью. Он говорит, нет, ты занимайся внутренностью, чтобы чиста была внешность твоя. Вот так Бог рассуждает. Это так Христос рассуждает. Поэтому, если человек хочет, если человек хочет, если человек хочет, чтобы у него было поведение правильное, чтобы у него было правильное поведение, то что нужно для этого делать? Нужно исправлять не сколько поведение, а нужно исправлять свое состояние сердца, и когда оно будет правильно, тогда оно само исправится. Я это говорю для того, чтобы мы понимали, что когда Давид сказал, что я, Господь, тебя возлюблю, то это не результат каких-то его чувств, понимаете? Это его решение. Он принимает решение возлюбить Бога. И это решение исходит из его духовного состояния, из духовного коммитмента. Поэтому, в принципе, любовь – это вообще как бы, ну, в человеческом понятии, в литературе. Вот наше понятие любви очень испортило, скажем, литература, музыка, вот эти вот вещи, потому что там много любви и говорится, и пишется, и так далее. Но это исказило наше понимание любви. Это так называемое римское, как люди, как один говорит. А вот духовное – это нет. Оно исходит из сердца, изнутри. Поэтому духовное начинается с Духа. Что такое духовное? Духовное – это начинается с Духа, и духовное – это то, что направляется Духом. Потому что Господь говорит через пророка, вот они устами своими, они говорят, что любят меня. Но сердце их, оно отстоит далеко от меня, понимаете? Поэтому важно понимать, что первично, я на эту тему часто говорил, и сегодня вот я хочу на эту тему немножко тоже порассуждать. Наши внешние проявления, наши внешние проявления часто, не часто, они постоянно берут начало в духовных, имеют какие-то духовные корни. Например, земная жизнь наша. Земная жизнь, надо понимать смысл этой земной жизни. Земная жизнь, она, неважно, удалась у тебя земная жизнь, или не удалась у тебя земная жизнь, она бывает по-разному. У кого-то, говорят, у него жизнь сложилась, а у него жизнь не сложилась. Ну, окей, это все нюансы. Сложила жизнь, это все с человеческой точки зрения, смотря на каких ты весах это держишь. В принципе, земная жизнь, она печальная. Земная жизнь – это печаль. Понимаете? И как бы ты, как Экклесиаз говорит, как бы ты не умножал свои знания, когда ты умножаешь знания, ты умножаешь что? Умножаешь скорбь. И почему жизнь, она обречена на печаль твоя земная? Какая бы она ни была успешной у тебя? Или ты успешная, или неуспешная. Почему? Потому что да, в принципе да, потому что она временная. Вы поймите, пожалуйста, что все, что временное, оно смысла не имеет. Оно не имеет смысла. Что бы ты здесь ни достиг, каких бы ты высот, ты же не достигнешь никогда тех высот, которые достиг Экклесиаз. Ты же не достигнешь этого. А он же там был, там, где никто никогда не был. И что произошло? Это человек, рассуждение которого под солнцем. Он же пришел, в принципе, как мы говорим, к разбитому корыту. Он же никуда не пришел. Он говорит, я противила мне жизнь моя. То есть он разочаровался в этой жизни. Человек ставит в этой жизни себе цель. Он ставит себе цель. И он идет к этой цели всеми своими силами. И цель, как правило, у него в этой жизни, она какая? Если цель в этой жизни заканчивается, она здесь, земная. И он идет к этой жизни, и он идет к этой цели, прямо аж как танк идет. И тратит и время, и силы, и здоровье. Все отдает, чтобы достигнут этой цели. И знаете, что получается? Миллионов примеров в истории, в искусстве. Когда он приходит к этой цели, он что видит? Он говорит, что это все был мираж. Это как мираж. Это все, это, это пустота. Это пустота. И та цель, которая у тебя становится, она, в принципе, тоже пустота. Почему? Потому что закончится жизнь твоя на земле. И жизнь закончится, и цель эта закончится, и все это уйдет никуда. Поэтому, 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 это, это земная ты, когда родился в эту жизнь, ты, в принципе, родился на печаль. На печаль. И, как я сказал, эта жизнь может быть у тебя или успешна, или неуспешна. По большому счету это не имеет никакого значения. Потому что Экклесиаз говорит, что, когда умирает и богатый, и бедный, червь поедает того и другого. Окей? Говорит он такое? Ну и червь, что он, разбирается, разница какая-то. Разница никакой есть. То есть, смысла нет. Смысла нет. Но печаль в сердце, печаль в сердце, а она в сердце есть у тебя. Или опять-таки, или ты успешна или неуспешна, потому что ты не можешь. Человек, который пришел в эту жизнь, он имеет эту печаль. Потому что он знает, что проходит образ мира сего, и она начинает сказываться на тебе. И ты, в принципе, живешь с этим. Так если у тебя жизнь складывается хорошо, ну так это как-то, может быть, как-то зауалировано. А если жизнь складывается не очень хорошо, то печаль на печаль прикладывается. Ну и потом человек живет с этой печалью годами, десятилетиями, и потом это начинает сушить кости, это выражается в его... Это выходит наружу, это выражается в его состоянии. Выхода из этого есть? В принципе, нет. В принципе, нет. Выхода из этого нет, потому что человек родился на печаль. Человек рождается на страдании, как сказал Иев, да? Человек рождается на страдании. Ты пришел сюда, в этот мир? Welcome. Welcome on board. You're going to enjoy it. То есть, that's what it is. Единственная возможность избавиться от этой печали, которая сопровождает земную жизнь, это помышлять о небесном. В этой жизни ты должен выйти из этого круговорота, вот которым был экклесиаст. Вода течет, потом она выходит туда в облака на небо, потом облака идут дальше, потом они сюда изливаются, падают, опять в реку, понимаешь? И вот такой вот оборот такой жизни у тебя, понимаешь? И, в принципе, больше нет ничего здесь. Поймите, больше здесь ничего нет. И вот из этого круга, из этого круга нас вывел Иисус Христос. Почему? Потому что Он, Он как бы, Он вот так вот жил, а потом Он взял и пошел наверх, но уже не пошел на облака, а Он пошел выше еще. Он вышел туда выше Солнца, Он вышел из этого круга и проложил путь. И вот теперь говорит, Я есть путь. Я есть путь и жизнь. То есть вот это путь жизни, это путь из этого круга, из этой земной жизни, как бы проклятой земной жизни. Ты здесь живешь на этой земле, и ты находишься в этом кругу здесь, и ты у тебя, на тебя приходят все эти, как бы, последствия, симптомы этой жизни земной. И ты болеешь, и ты страдаешь, у тебя проблемы, люди, переживаешь всякие вещи, страдания, предательства, и болезни, и войны, я не знаю, всякое в жизни бывает. Но при всем этом ты не поглощен этой чрезмерной печалью. Почему? Потому что у тебя есть путь, ты на этом пути стоишь. И что? Ты при всем этом, что ты здесь ходишь по этой земной жизни, ты помышляешь о горне, о небесном. Если ты не помышляешь о горне по небесному, то ты, в принципе, ничем не отличаешься от неверующих людей. Поэтому неверующие, и поэтому есть верующие, поэтому есть верующие люди, верующие люди, которые, может быть, там молятся на всех языках и пророчествуют, которые, в принципе, несчастные и печальны. И они печальны только по одной причине. Потому что человек не помышляет о небесном. Если ты не будешь помышлять о небесном, ты будешь приводить свою жизнь в печали. Ты можешь ее скрывать, ты можешь ее замазывать, ты будешь накладывать какую-то косметику на нее, и будешь такой, знаешь, вот как здесь, если я такой, fine, fine, будешь fine все время, fine, fine, fine. Когда это будет заполнять твою душу, заполнять твою жизнь, это будет сушить твои кости. Это будет влиять на твое, на тебя, на твое тело, на твою душу. У тебя и мысли другие будут. Ты при всем этом, и чем это больше будет влиять на это, тем больше ты пользоваться будешь косметикой, всякой там штукатуркой, замазывать это. Это все будешь ты делать. Это то, что ты видишь вокруг себя. Но! Но ты будешь все больше и больше исполняться этой печалью, которая все больше и больше будет impact your body and your soul. There is no way around it. Ты должен научиться понимать, что первично, а что вторично в этой жизни. Ты должен научиться понимать, что первично, и что вторично. Тебе не нужно искусственно делать свои чувства. Тебе не нужно. Ты должен заботиться о правильной внутренности. Когда ты сделаешь себе правильную внутренность, то тогда внешность сама сделается. Понимаете? Поэтому, когда речь идет о любви, иногда говорят «любовь», то человек вот любит, сегодня он любит, завтра не любит. Сегодня Бога я люблю, и я делаю такое молитвы у меня, такие горячие, и такие, ух, прямо такие молитвы. А потом в моей жизни наступил какой-то тяжелый период, и вроде бы, как бы и помощи даже от Бога нет, и уже молитвы у меня такие, как-то уже номинальные такие. И уже я не пылаю к Богу любовью. Что это значит? Бог поменялся, Бог не поменялся. Так, отчего ты меняешь чувства? Ну, потому что у тебя чувства, у тебя любовь, она, она, как американцы говорят, sensual, not spiritual. Знаете, что такое sensual? Чувственная такая, чувственная. Sensual – это чувственная. То есть, она, она берет начало в душе, она берет начало в душе, а не в духе. Значит, Писание говорит следующее про нас, верующих людей, что, а тем, кто поверили в него, что, дана власть быть чадами Божьими. Помните, 1 Иоанн, 1 глава? Власть. Ну, когда речь идет о власти, то люди думают, что это власть, там, бесов изгонять, там, что-то повелевать, связывать болезнь. Не может быть, это неправильно. Я не говорю, что это неправильно. Но я это вижу как-то больше по-другому. Мне дана власть. Мне дана власть быть the child of God. Что это значит? То есть у меня есть власть. Я могу и я должен управлять своими чувствами и своими мыслями. Понимаете? Поэтому вот эта вот народная мудрость, глупость, которая говорит, сердцу не прикажешь, как раз таки Библия учит, что этим тебе и нужно заниматься. Ты должен повелевать своим чувствам, ты должен повелевать своим сердцу. Бог говорит, отдай свое сердце мне. Поэтому Давид, как человек духовный, когда он пережил какую-то от Бога там весь этот псалом, это он описывает, что Бог сделал для него. Когда он пережил, и он познал, и он принимает решение. Он принимает решение. Возлюблю тебя, Господи. То есть это не эмоциональное решение. Почему человек иногда принимает решение, потом он, упс, прошел месяц, прошла неделя, зря я это сделал, это было неправильное решение. Знаете почему? По одной простой причине. Что решение, которое ты сделал, оно было какое? Эмоциональное. Это было эмоциональное решение. Это было неправильно. То есть оно брало, у тебя, оно было как-то интеллектуальное такое. Чувственное. Сеншуал. Давид говорит, принимает решение, возлюблю тебе Бога. На основании чего? На основании знаний Бога. Человек способен кого-то любить. И мало того, что человек, человек хочет кого-то любить. Это у него, в его природе, человек хочет любить. И человек всегда кого-то любит. Или что-то любит. Вот. Но, но как правило, человек любит то, что ему приятно. И человек любит то, что его любит. Или того, кто его любит. Опять-таки, это любовь душевная, эту любовь за что-то. И когда я люблю того, кто меня любит, то, в принципе, любя его, я люблю кого? Я люблю себя, потому что моя любовь возвращается опять ко мне, потому что я его люблю, потому что он любит меня. То есть, it's all about me again. Это не есть то, что Библия говорит. Бог сказал Израилю, другой пример, тема как бы для размышления, Бог сказал Израилю, не отдавайте своих сыновей, дочерей за чужих, там, другие народы, то есть сыновей не отдавайте, в смысле, дочерей не берите и сыновей не отдавайте. Почему? Потому что они приведут их к другим богам, и вы оставите меня. Ну, пришел, ну вот я, когда это, помню, читал, только в самом начале, так я думаю, ну хорошо, а если вот юноша взял, полюбил девушку, там, какого-то, моавитянку, например, вот полюбил, ну, сердцу же не прикажешь. Ну, вот я так начинал читать Библию. И вот таких много вещей в Писании. И Бог говорит, что, мол, возлюби Господа своего, возлюби то, возлюби путимые. А я так думал в самом начале, как можно возлюбить? Я же не могу приказать себе вот любить. Любовь в моем понятии была, это, знаете, какая-то волна тебя раз накрыла, и я люблю. Вот я люблю ее, и все. Почему? Что? Куда? Ничего не понимаю. Вот как дизиз какой-то, как какой-то бум, just hit you, и все, проснулся, и ты влюблен. А теперь я не виноват. Посмотрите, помните Самсон этот, силач? Ну, ты же вырос, ты же вырос, как Назарей, аж Назарей, это же, там же строго все. А он девушку увидел, все. Вот она мне понравилась. Но это из того народа, где не нужно брать женщин. Говорит, что, мало дочерей у тебя здесь? Нет, вот она мне нравится. Вот иди, говорит, отец, иди возьми ее. Ну, Бог сказал, нет. Да, да, ну, сердцу не прикажешь. Ну, и чем это кончилось? То, и что произошло? Он пошел за своими глазами, он пошел за своими чувствами, в результате он потерял и то, и другое. Нельзя быть вводимым вот этими вещами. Нельзя. Сердцу да, прикажешь, и именно это то, что ты должен делать. Это то, что ты должен делать. Это и есть духовная любовь. Любовь, поймите, любовь – это вообще не чувство. Это решение, это commitment, которое ты делаешь Богу. Это commitment, которое делаешь жене или мужу. You commit yourself. That's what it's all about. Это не, потому что сегодня I don't feel this way, и я пошел туда. Завтра I feel that way, и я пошел сюда. Но, это, вот поэтому у нас в жизни проблемы. Понимаете, что я говорю? А нужно делать то, что Бог сказал делать. Нужно делать то, что правильно. Да, но при этом не хочется. Но так в том-то и дело, что вот то, что тебе хочется, вот это как раз-таки и нужно отвергнуть. Это он и этому и говорит. Почему вы думаете, Христос говорит, отвергни себя? Что это значит? Что значит отвергни себя? Ну, отвергни то, что я хочу. То есть, отвергни себя. То есть, свои желания. Вот я хочу, чтобы эта чаша миновала меня. А Бог хочет, чтобы ты испил эту чашу. Ну, и так, окей, а что духовно, а что душевно. Вы сами понимаете, что Бог есть дух. И то, что Он говорит, это духовно. Но я хочу, чтобы она миновала. Я хочу вот так, а не так. Но то, что ты хочешь, это стопроцентно душевная вещь. Потому что ты есть душа. А я могу хотеть что-то духовное? Можешь. При условии, если твой дух in submission to the Spirit of God. Only. Тогда, когда то, что ты хочешь, это может быть духовное. Понимаете? То есть, когда Дух Божий говорит Духу твоему. Но если ты просто живешь, и потом говорит, вот я хочу вот это. Так я тебе говорю, что то, что ты хочешь, это душевное, это sensual. Это решение принято эмоционально. Пройдет время, и ты скажешь, ты увидишь, что это решение было душевное, оно не было правильное. Человек может принять духовное решение только при условии. Вот Иисус Христос принял духовное решение в Ефсиманском саду. Что Он сделал? Он сказал, не я хочу, то есть, Он свое решение, которое душевное, это пример для нас. Он что? He denied, и Он embraced God's will. И вот это теперь его решение. И вот теперь таки оно духовное. Почему? Когда оно стало духовное? Когда Он отверг душевное, и когда принял духовную волю Божию. Да, ты можешь принять духовное. Но только при этом условии. Потому что духовное, оно исходит от Бога, потому что Бог есть Дух. Если человек не будет повелевать своему сердцу, если человек будет вводим своими чувствами, то этому не будет конца. И вот на этом построен вот этот, в принципе, западный мир. Ты постоянно что-то хочешь здесь. Они постоянно come up with something new, something better. И тебе это показывает. They abuse you. Тебе это постоянно бомбардирует тебя этим. И ты это хочешь. И ты это хочешь. Когда сатана пришел к Еве, он, Бог сказал, поступать по воле, то есть по заповеди, а он стал воздействовать на что? Именно на эти душевные вещи. Посмотри, какой он на вкус, посмотри, он на приятный. То есть, как оно выглядит хорошо. То есть, воздействует на душу. Задача сатаны какая была? Сделать так, чтобы душевные твои желания и интеллект твой стал первичным на первом месте в твоей жизни. И он это сделал. И когда человек стал ходить за душой своей, то он стал впадать в грех. Причем non-staff. Задача Бога в чем заключается? Задача Бога заключается, чтобы пять человек сделать каким? Духовным. Для этого он говорит, отвергни душевное, то есть себя. Потому что душевное – это мирское, это бесовское. Отвергни себя и поступай, как я повелеваю, согласно воле моей. Руководствуйся сердцем, в котором уже я поместил твой дух. Поэтому, и вот теперь, и вот теперь на основании того, что ты знаешь меня, на основании того, что ты пережил Бога, ты принимаешь совершенно трезвое, сознательное решение. Какое решение ты принимаешь? Ты принимаешь решение, Господь, я люблю тебя. Period. Это решение не под каким-то там... Знаете, Господь человека исцеляет, и человек, конечно, очень excited, и он прямо, как бы, знаете, как вопьянен, счастлив. Ну, естественно, в историю от болезни, или там что-то дал такое в жизни, какое-то очень обильное blessing. То человек, и он начинает Богу делать какие-то обетования. То есть, he is excited. Но потом excited проходит. Ну, и с этим excited проходит и любовь к Богу. Значит, что это было? Но это ничего и не было. Поэтому, когда вот веру в человека, так вот, бываете, вот так вот, знаешь, верующий человек, так вот, тут духовное, тут падает, встаёт, сильный, слабый, сильный, слабый, сильный, слабый. Это нехороший признак. Это нехороший признак. Так не должно быть. А чё ты меняешься вот так вот? По синусоиде ходишь. Чё ты ходишь? Бог же не меняется, Бог же вот... Я есть и аминь. А чё ты вот так вот ходишь? А здесь мне Господь... Здесь я был... Да, здесь Бог что-то тебе сделал там, и ты поэтому... Ух! Да, но это же не духовное состояние. Понимаете? Когда ты там на гребне волны там скажешь, ух, я сильный был. Нет, это не было духовное. Это было эмоциональное состояние, потому что Бог тебе что-то дал. Ну так, ну и что? И ты теперь поёшь ему псалмы, и ты теперь ему... Да, ну а теперь Бог тебе взял и не даёт года два. И что теперь? Ты поёшь ему те же псалмы? Уже нет. Ну так что это было, получается? Получается, что это не то было. Писание говорит, что возлюбите Господа Бога с твоим сердцем. Ну хорошо, вот я прочёл Писание, и теперь я пытаюсь его любить всем сердцем. И вот я сижу и жду. Чего ты ждёшь? Ну я жду, когда придёт любовь, чтобы Бога полюбить. Вот я сижу, сижу, ну молюсь, Господь, ну где же эта любовь? Пусть она придёт. Почему? Потому что я думаю, что любовь к Богу должна быть, вот как у меня вот, вот эта вот любовь, вот как вот наша вот эта вот человеческая любовь, это же порыв какой-то, понимаешь, вот как волна. Волна пришла, и я так, вау! Понимаешь? Вот так. Потом волна отходит назад, и любовь уходит назад. Нет, Господь говорит, возлюби пути Мои. То есть ты должен, ты должен встать на путь и понять, что этот путь, как я говорю, и выводит из этого какого-то круга, выводит из этого какого-то безвыходности и ведёт туда вечность. А ты, и ты понимаешь, что это истина, что это истинный Бог, истинный путь, и ты принимаешь совершенно трезвое, целомудренное решение, какое? Возлюбить Богу. Именно возлюбить. Возлюбить. Потому что ты никогда не будешь делать то, что ты не любишь. Почему у человека не получается ходить за Богом? Потому что он начинает ходить, но не полюбив. Ну, а если не полюбив, то тебе хватит только аптюдис мач. Но если ты любишь что-то, ты можешь это делать долго. Ты можешь делать это всю жизнь. Поэтому надо что? Поэтому надо возлюбить. А возлюбить – это состояние не души, а это состояние сердца, состояние духа. Понимаешь, что я говорю? Ну, еще Писание говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. You're right. Он тебя проклинает, а ты его люби. Он тебя обижает, а ты его люби. Ты его благословляй. А тут мы вообще все, в общем-то, имеем бледный вид. Почему? Потому что вот эта заповедь, возлюбить врага своего или там благословляя, она лежит, она лежит за пределами человеческих возможностей. Поэтому человек, человек же душевный, а что это значит? А я говорю, а душевный – это значит то, что я люблю того, кто любит меня. Так это и мытари могут делать. Для этого мне нужно быть верующим, для этого мне нужно быть spirit-filled, мне вовсе не обязательно. Это мытарь так умеет делать. Так все так умеют делать. А где Бог здесь? Нету здесь Бога, потому что я это и без Бога могу. А Бог говорит, а ты возлюби, говорит, его, врага своего. Врага своего возлюбить, да. I can do it. Я знаю, что вы это не можете. Я это специально тебе. Я и дал закон вам, который вы не можете исполнить. Я специально даю вещи, которые вы не можете делать. Бог ничего не дает, что больше мы не можем. Бог все время дает больше, чем ты можешь. Потому что если Бог будет давать тебе то, что не больше, так ты будешь сам справляться. Бог тебе все время дает больше, чем ты можешь. Чтобы ты понял, что не на себя нужно уповать, не на свои силы на Него. Бог тебе дал закон. Ты можешь его исполнить? Нет. А чего ты его Господь дал? чтобы убедить, чтобы ты понял, что ты его не можешь исполнить, что ты грешник, что ты имеешь нужду во Спасителя, чтобы ты стал вопить о Спасителя. Бог тебе дает ставить перед тобой Голиафа, с которым ты не можешь справиться. Или Бог тебе дает противника, который сильнее тебя, или нет. А если соперник будет слабее тебя, так ты же к Богу не будешь обращаться. Поэтому люди говорят, Бог никогда не дает, он все время дает больше. Это другое место. Поэтому Господь тебе повелевает. Это твой враг? Я хочу, чтобы ты его полюбил. Я не могу. У меня таких чувств нет. Ну, ясное дело, что нет. А ты и не чувствуем его. Почему ты не можешь его полюбить? Потому что ты пытаешься сделать через чувства. А он тебя поранил, а он тебя обидел. He makes you feel, he hurt you, как мы говорим, американцы говорят. You hurt my feelings. Right? You really hurt my feelings. Ну, правильно? Поэтому враг что делает? Враг hurt your feelings. А ты его полюби. А если мои feelings hurt, как я могу полюбить? А ты не можешь. Бог говорит, я знаю, так у тебя неправильный инструмент. Понимаешь? Любить же надо не feelings, а надо любить сердцем, духом. А это уже другое. Бог дает тебе такую вещь специально, что ты, который не можешь исправиться, что ты научился любить, как Писание учит, любить любовью духовной. А это решение. Вот возлюблю я Господа, вот я возлюблю тебя. Да, ты обидел меня, а я возьму, и я возлюблю тебя. Я принимаю такое решение. На основании чего ты принимаешь такое решение? Оно же противоречит твоим чувствам. Правильно? Конечно, противоречит. Я на чувство... I ignore them, I deny them. Я специально, я принимаю решение любить его, а потом что будет происходить? А потом начинается обновиться духом ума, то есть потом начинает обновляться что? Душа начинает обновляться, начинает откуда? Из духа, потому что все начинается из невидимого. Невидимый – это дух. Ну как работает храм, вы же знаете. В храме. Бог же был где? Бог же был во святое святых, там, где сокрытое было. А оттуда уже начинается, распространяется уже во святое, и уже идет внешний двор. Но ни в коем случае не наоборот, потому что то, что люди говорят о здоровом теле, здоровый дух, если у тебя здоровый внешний двор, если у тебя чистый двор, внешний двор чистый, и все там хорошо, то у тебя и святое святое тогда будет чистое. Ну, понимаете, что люди говорят? И многие, кстати, ну не многие, есть верующие, которые тоже так считают. Вот надо, чтобы все было вот так, тогда у тебя и сердце будет... Ой-ой-ой, это... Не, молчу. Святое святых – это сердце, там Бог, там чистота, там совершенство. И когда ты даешь ему идти дальше в свою душу и в свои чувства, то он обновляет твои чувства. И те чувства, которые были поранены этим человеком, они начинают обновляться, и ты уже... То есть, понимаете, что я говорю? То есть, оттуда у тебя уже появляется к нему чувство, которое думает, а я даже не знал, как я мог. И вот есть свидетельства, как женщина, там, ну, есть несколько свидетельств, женщина на каком-то там, какой-то христианской конференции, которая пережила, там, мучили ее, гестапо там, она была, издевались над ней. А прошло много лет, и она увидела, выступал там какой-то проповедник, а это был ее бывший гестаповец, который и сестру ее убил. Это не хайринг-плейс место, нет? Конечно. Хайринг-плейс? Убил всю семью, издевались над ней. И она узнала, я не помню подробности. Она узнала его. И когда она узнала, ей стало плохо. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты подошла к нему. Бог ей проговорил в этот момент. Хочу, чтобы ты подошла и сказала, что я вас прощаю, я люблю вас. Она говорит, I can do it. Она говорит, no way. Ну, Бог сказал. Он, Рафа, второй раз сказал. Но она поняла, что... И она подошла к нему. Она говорит, вы меня узнаете? Она говорит, да. Нет, я не помню. Но он узнал ее. Не сразу, он узнал ее. Когда он ее узнал, ему уже стало плохо. Она сказала, что я вас прощаю. То есть она в себе это... Она справилась с этим. Она справилась. А как она с этим справилась? Это ее силы были? Этот человек может простить никогда в жизни? Его можно полюбить? Его можно полюбить? Вот человек, который... У нее есть потенциал полюбить этого человека? Ну, это же невозможно. Но она его простила. И она сказала все, что ей Бог сказал. Причем она нашла в себе силы. То есть это... Но это были... Это опять-таки это было... Это же не на душевном уровне. Понимаете, что это не на душевном уровне? То есть это первично. Но когда она... Слушайте. Ошибка. Наша ошибка. Мы начинаем искать в себе... Мы начинаем искать в себе что-то, за что его полюбить. No. Ты любишь не за что-то. Поймите. Когда ты начинаешь любить, когда ты хочешь что-то или кого-то полюбить, ты начинаешь искать причину для этого. No. Ты уже стоишь на неправильном пути. Когда Бог полюбил тебя, у Него была для этого какая-то причина или меня? Он нас полюбил, Римляне, 5 глава, когда мы были еще кто? Грешники. За что, в общем-то, тебя любить? Ну, или меня. Бог полюбил тебя, потому что... This is his nature. Но когда ты начинаешь... Вот если вот допустим вот то и то, тогда я тебя полюблю. Это уже не то. Это уже не на духовном уровне. Поэтому тут нужно брать начало любви в самой природе, которой у нас нет. Но которая тебе дана от Бога, это самое... Либо любовь Божья, что сказано, излилась в наши сердца, как духом святым. Тоже Римляне, 5 глава. Значит, любовь Божья излилась в наши сердца, каким? Как духом. Значит, она есть тебе. Значит, all you have to do is have to release it. И поэтому ты, когда тебе Господь говорит, полюби врага своего, ты делаешь это только из послушания Богу, который сказал тебе это сделать. You have no reason to love him. You don't want to love him. Но ты это делаешь, ты принимаешь решение только потому, что он тебе это сказал сделать. Это решение, это не эмоциональное состояние. И когда ты это делаешь, когда ты принимаешь искренне это решение перед Богом, то тогда это начинает тебе расти. И это заквашивает твои чувства. И это начинает даже влиять на твоё какое-то физическое состояние. То есть, понимаете, откуда, в принципе, всё это начинается. Ну, вот в таком плане. Всё, что стоит на чувствах, оно ненадёжно. Я, например, считаю, ну, это мои личные такие наблюдения жизненные, ну, я не знаю, как всё, но, наверное, 95% всех наших проблем в жизни это то, результат того нашего хождения за нашими чувствами. Это то, что мы поступаем по своим хотениям. Мы удовлетворяем свои хотения. Я так думаю, я так хочу, я считаю, что это правильно, при этом мы не советуемся с Богом, а если советуемся, это чисто формально. Все, если, или почти все наши проблемы это результат, результат sensual decisions, вот этих чувствительных решений, эмоциональных, душевных решений. Мы делаем то, что мы хотим. Поэтому сегодня мне это нравится, потом завтра мне это не нравится, сегодня мне хорошо, завтра мне плохо, всё неправильно. бывает так, что человек сегодня любит Бога, а завтра он сердится на Бога, он обижается на Бога. Почему? Потому что, ну, вы тоже, наверное, имеете такие примеры, потому что вот уже столько лет, а Бог не отвечает на мою молитву. Мало того, что сомнения всякие приходят, но Бог не отвечает на мою молитву. А что я прошу? Я же не прошу там чего-нибудь такое, я прошу вот, я хочу жить вот, то и такое. Ну, а что? Ну, я хочу, чтобы было не хуже, чем у других. Так мы говорим. Ну, нельзя так рассуждать, поймите, вы же имеете дело, с кем вы имеете дело? Так нельзя рассуждать. Это же Бог, Он же определяет твои пути, когда ты был ещё в очереве матери. И ты молишься, неправильная молитва, и ты хочешь, чтобы Бог на неё отвечал. Он на неё отвечает, но Он просто тебе не даёт то, что ты хочешь. А то, что Он тебе не даёт, 20 лет, то, что ты там просишь, непонятно что, ты потом начинаешь на Него обижаться. В Писании говорит, что человек искажает свои пути и при этом негодует на Господа. Человек сам искажает свои пути, и поэтому он потом негодует на Господа. То есть обижается на Бога. Но это что, любовь? Это же не любовь. А если нет любви, значит, твоя вся христианская деятельность, твоё служение, оно уже тоже Богу не нужно. Он говорит, твори прежние дела, потому что мне это не нужно. Нет, ты неправильно стоишь передо мной. Правильно стоять перед Богом, это ты стоишь, ты находишься в состоянии любви, ты находишься в состоянии commitment to God. А я на Него нахожусь в состоянии обиды. Почему? Потому что, которую я скрываю, которую никто не видит, но она есть, которую он видит. И при этом я начинаю ему делать какие-то служения, я начинаю ему служить, трудиться для Него, в министы там, whatever. И ещё я чувствую себя, что я такой какой-то, как бы герой. Вот я обижен, но я тружусь для Него. Так он говорит, ты, говорит, покайся во всём этом труде своём. Он мне совершенно не нужен, этот труд твой. И вспомни те далёкие времена, когда ты меня немножко любил. И у тебя были там делишки вот такие. Так вот, твори прежние вот эти вот делишки, которые мне нужны. А вот эти все твои мощные дела, ты, говорит, покайся, иначе я приду и сдвину светильник твой. Потому что ты неправильно стоишь предо мной. А раз ты неправильно стоишь предо мной, то вся твоя деятельность, она мне просто не нужна. Это серьёзное дело. Человек, который сердится на Бога, я могу сразу сказать, который обижается на Бога, он его просто не знает. Он живёт in denial. Он живёт in rebellion. Какой знающий Бога человек будет на Бога обижаться? Think about it. На Бога вообще можно обижаться? Да, но он не отвечает на мою молитву уже 20 лет. Так, может быть, надо перестать молиться этой молитвой? Может быть, она вообще не нужна Богу? Может быть, ты просишь что-нибудь неправильно? Может, ты просишь для своих вожделений? Нет? Не, ну я хочу, а ты, опять я хочу. Ну, так, может быть, надо как-то это оставить, то, что ты хочешь. Бывает и покаяние эмоциональное тоже. Человек приходит к Богу эмоционально. Ну, в какой-то степени это не вина человека, потому что так проповедует. Вот придите к Богу, и Господь утрёт всякую слезу твою, и всё тебе поможет. В общем, поможете Господь, во всём поможет. У тебя жизнь полностью будет, всё поменяется, будет красота, короче. Ну, конечно, человек идёт за помощью и совершает покаяние, кается. Кстати, у нас, по-моему, есть место писания. Миша, можно вот Лука, 14 глава, 25 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, своей матери, жены, детей, братья, сестёр, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не возненавидит своей жизни? Если кто приходит, кто идёт со мной и не возненавидит своей жизни, тот не может быть моим учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за мной, то есть ты можешь идти за ним и идти, ты можешь идти за ним и не нести креста, то ты тоже не его ученик, понимаете? То есть ты, я иду за ним, да, но это ещё не значит, «it doesn't qualify as his disciple». Ты можешь идти за ним, потому что с ним шло множество. Почему он это сказал? Потому что он видит, что идёт множество. Но он-то знает качество этого множества. Он-то знает, он же видит человека. И поэтому говорит такие вещи, которые, в принципе, проглотить невозможно, если ты не понимаешь. А я иду за ним. И вот он объясняет дальше. 28 стих, смотрите. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения её?» Окей? Значит, ключевое слово здесь – это что? Это издержки. Издержки. Значит, когда ты строишь башню, у тебя будут издержки. Мне нужно, я хочу башню построить. Окей, хорошо. Но ты знаешь, что у тебя будут издержки на строительство. То есть ты приобретёшь башню, но ты что-то и потратишь. Чтобы что-то приобрести, тебе придётся что-то потратить. То есть что-то придётся потерять. Ты не можешь просто… у тебя нет чистой прибыли вообще. Ты что-то… ты не можешь иметь прибыль, даже в бизнесе. Ты не можешь иметь в бизнесе прибыль, если у тебя нет каких-то вложений. У тебя есть прибыль, но у тебя есть вложения. То же самое и здесь. То же самое и в душе. Это же он говорит о духовных вещах. Ты хочешь быть моим учеником, и при этом ты хочешь продолжать любить свою жизнь. При этом ты хочешь жить своей жизнью. И при этом ты хочешь… То есть ты хочешь и тут приобрести вот это, и тут я хочу… То есть я не согласен на никакие издержки. Я не согласен. Такого не бывает. Такого не бывает ни в бизнесе, такого не бывает ни в духовном. Если ты хочешь идти за мной, он говорит, то есть можно поверить в него. Поверить в него же многие верят. И вот они даже идут за ним, но это ещё ничего не значит. Поэтому многие верующие, они уйдут в таком состоянии. Он говорит, если вы пребудете в истине, то тогда она сделает вас свободными, понимаете? А вот поэтому идут за ним люди несвободные, как мы идём за ним. Почему? Потому что мы не хотим, мы не согласны на издержки. Мы не согласны. А какие издержки? А при этом тебе нужно всю свою жизнь, тебе нужно всю свою родню, мать, отца и кто там у тебя. Это нужно не то, что… Он не говорит о ненависти. То есть тебе нужно всю свою жизнь поставить правильный приоритет. То есть это всё нужно опустить как минимум на второе, на третье место. Первое место – это моё. Поэтому, говорит, возненавидеть. Ну, это над литерали возненавидеть, но… Пури-да-сай. Поставить это в правильное место. Мало того, что тебе всех своих нужно поставить правильное, тебе нужно ещё и свою жизнь возненавидеть. Опять, возненавидеть – это поставить в правильное место. А основное место занимаю я. Я – Бог. А я не согласен на такие издержки. Тогда не начинай строить башню. Понимаешь? Вот что он говорит. Ну, тебе проповедуется. Стоит. Приди к Богу. Life will never be the same. Он тебе тут сделает, тут починит. То есть он тебе полностью сделает. Понимаешь? Об издержках никто не говорит. Почему? Потому что тогда человек не придёт к Богу. Если ты хочешь идти за мной… Видишь, как он говорит? Он же не зовёт там всех. Он же тебя не агитирует. Если ты хочешь… А я не хочу, не надо. Если ты хочешь иметь жизнь вечную, иди продай там своё имение, и будешь… И раздай нищим, и так далее. Если хочешь. Так Бог разговаривает. А сегодня мы говорим… Мы не говорим, если хочешь. Мы просто тебя… как-то вот затаскиваем, заманиваем, и причём заманиваем какими-то льстивыми словами. Никто не говорит про издержки. А они есть. И их немало. И те, которые хотят идти за Богом, они знают, что, в принципе, идти за Богом – это it's tough. Ну, конечно, it's tough. Потому что Бог тебя ведёт в проём, который уже, чем ты. Для чего? Чтобы из тебя отлетали всякие ненужные вещи. Путь узкий, и он уже, чем ты. И поэтому для чего? Потому что, ну, такой путь. И тут надо поставить на место. Тут надо поставить, надо жизнь поставить на место. убрать это, убрать это, убрать это. А я хочу. Я хочу идти за Богом, и при этом я постоянно говорю, я хочу, я считаю. А мне вот я так вот так. То есть мы не согласны ни на какие издержки. Вот я люблю. Я люблю. То есть душевность. Я удовлетворяю своё постоянно вот это вот душевное. Ну, и я при этом иду. И причём с ним идёт множество. Вы понимаете, почему Писание говорит, какой бы ты, Израиль, был как песок морской, но что? Остаток спасётся. А сейчас вы думаете, что по-другому будет? Потому что идёт там множество, и никто из этого множества не поставил ни отца, ни мать ни на правильное место, и никто из этого множества не вознановителил свою жизнь. И поэтому они не могут быть его учениками. Почему? Потому что люди занимаются душевностью. Люди занимаются самоублажением. Люди занимаются собой. Мало того, они ещё, как Яков говорит, просите для собственных вожделений. И не имеете. Почему? Потому что просите не на добро. Ну, вот и всё, в принципе. Вот и всё. Поэтому люди-то за Богом идут по разным причинам. А за Богом нужно идти, в принципе, только по одной причине. И что это за причина? Причина – это Он есть Сам. Это не то, что Его, а Он Сам. Я тебя хочу. А остальное приложится. Не приложится – это второй вопрос. Люди, такие как Павел, такие вот как люди, они идут за Богом ради Бога. Если Бог им даст какое-то благо, that's fine. Есть хорошее – воспользуйся. Нет. Он не поменяет. Он говорит, «Я возлюбил тебя, Господь. Period. Голодный я, больной, нищете, в изобилии. Это на мою любовь не имеет никакого влияния. Понимаете? Я возлюбил себя. Почему? Какая причина? Причина – это ты Сам. И Он идёт за Ним. И вот это вот… А любовь, которая… Любовь, которая ищет причину для любви, это уже не то любовь. Это не любовь. С точки зрения Бога. Любовь – это решение. Это commitment. А потом уже приходит соответствующая. Чувствия. Окей?